Вырастить сою – непростая задача. Сорняки – постоянные спутники посевов. Как же их одолеть? Ответ очевиден – при помощи гербицидов. Но здесь нужно помнить, что выбранный вами гербицид должен не только эффективно контролировать сорняки, но и быть безопасным для культуры. Работа в поле часто напоминает жаркие футбольные баталии. Вы атакуете сорняки, но они переходят в безжалостную контратаку. Но победа всегда на вашей стороне, если на поле выходит команда проверенных профессиональных игроков. В зависимости от типа засоренности в поле, лучше использовать различные гербицидные комбинации. И сегодня мы проверим, как гербицидные решения Сингента демонстрируют себя в поле. Для этого мы провели небольшой эксперимент. В поле мы выбрали 4 делянки, на каждой из которых было применено свое гербицидное решение. Предлагаю пройти в поле, посмотреть на результат и оценить эффективность. Попробуем понять, какое гербицидное решение применялось на первой делянке. Видно, что уничтожена марь, даже переросшая. Некоторые злаковые сорняки, щирица, горчица дикая, падалица подсолнечника. Это свидетельствует о том, что применялся продукт с усиленным действием против мари. Итак, я думаю, что здесь применяли комбинацию на основе Ивентус и гербицида партнера на основе Тифенсульфурон метила. Кстати, Ивентус – это новый гербицид компании Сингента, который получил регистрацию в 2021 году. Ивентус отлично контролирует марь белую, даже переросшую, в фазе 2-3 пар настоящих листьев. Отлично контролирует падалицу подсолнечника, дурничник, некоторые злаки. Важное преимущество гербицида Ивентус – его современная препаративная форма – микроэмульсия, благодаря которой обеспечивается высокое качество нанесения рабочего раствора на целевой объект и стабильная эффективность рабочего раствора. И еще одно важное преимущество Ивентус – он абсолютно безопасен для сои и не имеет ограничений по размещению последующих культур в севообороте. Перейдем на второй участок. Соя выглядит довольно хорошо, но в посевах присутствуют сорняки, и если внимательнее присмотреться, то можно увидеть, что сорняки испытали гербицидное действие, но, к сожалению, они выжили и продолжили свою вегетацию, продолжая конкурировать с соей за факторы жизни – свет, воду и элементы минерального питания. Видел много подобных ситуаций на полях центрального черноземья. Это конкурентная баковая смесь на основе бентозона и тифенсульфурон метила. А теперь перейдем на третий участок. Соя на этом участке чистая и развита довольно хорошо. Очевидно, здесь применялась комбинированная схема защиты. До всходов применялся гербицид «Гарда Голд» по вегетации, баковая смесь гербицидов «Эвентус» и «Витблок Плюс». Это решение позволяет начать борьбу с сорняками максимально рано – в довсходовый период – и продолжить в послевсходовый период с использованием гербицидов, но уже в пониженных нормах расходов. Благодаря использованию подобной комбинации обеспечивается полный контроль однолетних сорняков, как злаковых, так и двудольных. Пройдем дальше. Часто на поле ситуация складывается так, когда стандартные решения не работают. Например, когда в поле одновременно присутствуют злаковые и двудольные сорняки, и к тому же они перерастают. Выход из этой ситуации есть. Это совместное применение гербицидов «Флекс» и «Фюзелат Форта». Я сейчас как раз на участке, который был обработан гербицидами «Флекс» и «Фюзелат Форты» 15 дней назад. Мы видим, что соя находится в прекрасном состоянии, а сорняки, такие как «Марь Белая», «Щерица», «Падалица Подсолнечника» и однолетние злаковые сорняки полностью уничтожены. «Флекс» – это мощное решение, которое показывает отличные результаты эффективности по таким сорнякам, как «Щерица Запрокинутая», «Паслен Черный», «Падалица Подсолнечника» и другим однолетним сорнякам, которые встречаются в посевах сои. Теперь заглянем на контрольный участок, где гербициды не применялись совсем. Здесь мы видим высокую плотность таких сорняков, как «Марь Белая», «Падалица Подсолнечника», «Чистец Однолетний», «Горчица Дикая» и «Злаковые сорняки», представленные просом куриным. Сорные растения обыгрывают сою вчистую, и к уборке на этом участке мы скорее получим отличный урожай сорняков, а не культуры. Команда гербицидов «Сингента» уверенно обыгрывает команду сорняки на соевом поле. А с приходом нового перспективного игрока «Эвентус» мы стали абсолютными чемпионами. Современные гербицидные решения компании «Сингента» надежно защищают сою и позволяют культуре реализовать потенциал продуктивности максимально полно. Подтверждением этого являются результаты опыта в 2021 году, когда на всех вариантах величина сохраненного урожая сои составляла от 3 до 5 центнеров с гектара. Будьте уверены в вашей победе!